Очередная катастрофа российского самолета в Сирии. Разбился транспортный Ан-26 с пассажирами на борту. 39 человек погибли. О подробностях происшествия Сергея Услендер. Пока подробностей происшествия крайне мало. Известно, что транспортный самолет Ан-26 российского министерства обороны заходил на посадку на авиабазу Хмеймим. Машина рухнула, не дотянув всего полкилометра до посадочной полосы. По предварительным сообщениям военного ведомства, самолет не подвергался огневому воздействию, то есть не был сбит. Это не первая подобная потеря российских ВВС за время Сирийской войны. Я напомню, что в конце 2016 года возле Сочи разбился Ту-154, тоже министерство обороны, который летел в Сирию. Тогда погибли 92 человека. Тем временем в самой Сирии продолжаются активные боевые действия. И по докладам правозащитных организаций за последнее время существенно увеличились потери среди мирного населения. Первые два месяца этого года были особенно кровавыми. Мы получили сообщение о более чем тысяче детей, которые были убиты и серьезно ранены во всей Сирии только с начала года. Основные трагические события сейчас происходят в Восточной Гути. Это район в центре Сирии, часть из которого контролировала вооруженная оппозиция. Там была создана зона деэскалации, но перемирие не соблюдалось ни одного дня. В последнее время, в последние месяцы там разгорелись ожесточенные бои между правительственными войсками и отрядами повстанцев. Обе стороны активно используют тяжелое оружие. Армия Асада применяет авиацию. В налетах участвуют и российские самолеты. В последнее время сирийские части усилили атаки на позиции повстанцев, потому что высвободились войска, задействованные в наступлении в провинции Идлиб. По оценкам ООН, потери только за последние три недели, потери среди мирного населения, около 700 убитых и около 2000 раненых. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер.